Здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры компании Amartis. По традиции, для вас я сделаю еженедельный обзор некоторых валютных пар. Но также посмотрим золото и, конечно же, посмотрим цифровое золото, ваш любимый биткоин. Пара евро-доллар. Еврюга взлетел, разумеется, на фоне прошедших новостей, связанных с коронавирусом и с выходом в Великобритании, с дедлайном и так далее. Но все это, я думаю, вы прекрасно знаете. Взлет характерен, конечно же, для евро. Резкий, волатильный, с объемами. В общем, все очень-очень красиво. На данный момент ближайшая цель в районе 1.10.939. И, в принципе, здесь есть несколько целей. Если пробьем эту область, то, конечно же, перейдем к области 1.111.60. Это, в принципе, такие две области, два уровня, до которых вполне можем дойти. И на которых вполне можно выставить некие свои тег-профиты. Говорить о развороте еврюги я бы лично пока не стал. Максимум коррекция. Коррекция в ближайший крупный уровень с последующей расторговкой к намеченным целям. Глобальная, конечно же, цель гораздо выше. Это 1.11754. Постараемся встретить актив там. Постараемся. Но не факт, конечно же. Опять-таки, резкий волатильный прострел, который требует коррекции, требует отката. Где этот откат будет, одному богу известно. Но пока есть возможность зарабатывать на этом откате. И есть возможность зарабатывать от покупок. Постараемся заработать. Перейдем теперь к канадцу. На канадце имеется четко выраженный бычий тренд, который такое чувство, что просто ничего не остановит. Даже железобетонная стена. Все бы было прекрасно, конечно же, если бы не одно но. Каждый раз у нас формируется все больше и больше бычьих объемов. Словно дальнейшее движение вверх становится все дороже, дороже, дороже и дороже. Конечно, это указывает на сильного покупателя в данном моменте, который начинает потихоньку грузить свою позицию. Прошу прощения, на сильного продавца в данном моменте, который потихоньку начинает грузить свою позицию и выкупает рынок по довольно-таки привлекательным ценам. Ну, это как вариант. Учитывая то, что это все происходит очень близко к максимальным точкам, конечно же, прогноз немного неутешительный. Ожидая в ближайшее время остановки данного трендового движения через ускорение либо затухание, два сценария классической остановки. Однако, пока медиум-бычий все равно сценарий, пока этот бычий сценарий у нас никуда не делся. Ну и, конечно же, ближайшая цель 1.32669 и 1.33094. Сейчас продажи можно рассматривать в диапазоне 1.31833. Ну, в случае, мало того, если кто-то захочет продать на этом бычьем тренде. Если такие есть, то ради бога. А иена. Что касается иены. Иена усилила свое падение и подошла, конечно же, впритык к ключевым точкам, которые ранее мной отмечались как область сильного покупателя по данному инструменту. На данный момент мы находимся на дне глобального, просто глобального флетового коридора. Однако, меня немножко смущает некоторый объем увеличения этого объема. Конечно, на границе увеличения объема это прекрасно, здорово, говорит о некой развороте и так далее. Но, учитывая в целом волатильное движение, можно ожидать наоборот. Можно ожидать дальнейшее падение в область 107.697. Все же постараемся, конечно же, дождаться небольшого замедления падения. И если оно случится на границе данного флотового канала, постараемся взять покупки по данному инструменту. Поскольку, опять-таки, напоминаю, находимся на границах огромного канала. Нужно иметь в виду, уж поскольку это иена, иена всегда волатильная. Разумеется, она вначале нас всех отстопит, а потом пойдет туда, куда мы запланировали. Но это, в общем, классика жанра, к этому нужно быть немного готовым. Придем, наверное, теперь к австралийцу. Ну что у нас по кенгуру? Кенгуру у нас имеет очень неплохой медвежий тренд. Причем достаточно, достаточно сильный. В рынке нет ни намека, ни намека на возможный разворот. И это, конечно же, немного настораживает. Слишком все красиво выглядит. И, как и в случае с канадцем, по кенгуру, примерно точно такая же картина, но немножко наоборот. Примкнуть к нисходящему движению, конечно же, можно. Но имейте в виду, что вы будете продавать на минимумах. В общем-то, как и в случае с канадцем, да. И в рынке есть огромная, просто огромная вероятность коррекции. Помните то, что все трейдеры всегда говорят, и ваш покорный слуга Артем Сьюзи не исключение. Если что-то становится в рынке очевидным, то, конечно же, это что-то начинает сразу меняться. Вот у нас в рынке есть очень очевидное, красивое движение нисходящее. Вот оно пока есть, оно и будет. Но чем больше это движение, тем больше у нас возрастает вероятность, конечно же, некой коррекции и глубокого разворота. Несмотря на это, говорить о покупке, конечно же, рано. Находимся в состоянии неопределенности. Если заметите небольшую остановку, начало разворота, знайте, что делать. Смело покупайте до уровня 0.68420. Если будем двигаться ниже, ближайшая остановка на уровне 0.63780. Но если вы наметили эту цель, дождитесь, конечно же, отката у данной валюты. Просто так не покупайте, только через откат. А давайте теперь пересмотрим реальное золото. Золото продолжает свой рост и, в общем-то, в этом нет ничего удивительного. Когда у нас происходит какой-то экономический коллапс или в целом какое-то глобальное событие, конечно же, инвесторы и трейдеры перекладывают свои активы в более консервативные инструменты, коим золото и является. Классический сценарий в рост. Здесь, в общем-то, и не поспоришь. По этой причине глубокой коррекции надеяться, на мой взгляд, пока не стоит. Пока вопросы экономического роста немного не прояснятся. И когда пока не прояснится, вопросы связаны с вирусом. Однако не все пропало. Наблюдаем давление быков и отсутствие реакции на это давление. Вполне можем уйти в некий технический откат, как я его называю. То есть откат, который не сформирован никакими фундаментальными параметрами, который сформирован только с сугубо техническими моментами, на фоне отсутствия дальнейшего движения вверх и принципа, конечно же, усилия-результат. Как мы видим, сейчас есть у нас усилия, результата никакого не следует. Ну, исходя из этого, уже предполагаем определенные действия. После технического отката, конечно же, можно рассмотреть покупки до уровня 1590-1600. Ну, в общем, до верхних определенных диапазонов. По золоту все же, если честно, вот я опасаюсь, конечно же, выноса наших позиций на покупку по стопам. Ну, в общем, классика жанра, как и в случае с иеной, так и в случае с золотом. Вначале всех отстопит, а потом пойдет нормальное движение. Классика жанра. С золотом вообще будьте осторожны. Если вы начинающий трейдер, крайне-крайне осторожно торгуйте данный момент. Ну, конечно же, цифровое золото биткоин. Куда ж уж без него. Если смотрели обзоры ранее у компании A-Markets, мои обзоры, ранее мы обозначили определенную цель, которую назвали покупатель. И вот от этого покупателя мы до сих пор и двигаемся, причем двигаемся практически без откатов глубоких коррекционов. Прямо, что называется, напролом. Биткоин даже не думает останавливаться и, по всей видимости, торгуется в логике реального золота. А что я имею в виду? Ну, опять-таки, происходят случаи с вирусом. И, конечно же, инвесторы перекладывают свои инструменты в более какие-то консервативные варианты. Коим, на мой взгляд, биткоин уже является как некой тихой гаванью. Вполне можем дойти до уровня 10 тысяч и двигаемся к уровню 10 тысяч. Вполне. Вот я сейчас записываю, я не знаю, когда выложу данный обзор. Может быть, в ближайшие несколько дней. И, наверное, не грех будет, пока я выложу этот обзор, что рынок уже подойдет вплотную к 10 тысячам. Бычье настроение, конечно же, пока живо в рынках. И любые откаты, конечно же, сейчас нужно воспринимать как возможность купить подешевле. Области откатов у нас, конечно же, следующие. Это 9500, 9200, 98700. Ниже 8700 я бы не стал рассматривать данный инструмент для покупки. То есть, движение к 8700, он будет означать негативный сценарий. И, конечно же, дальнейшее движение вниз. Тесла. Просили меня сделать анализ Тесла. И последний инструмент, наверное, Теслу и рассмотрим. Ну, на фоне, собственно говоря, позитивных новостей, бумага выстреливает, делает новые исторические максимумы. И здесь говорить о каком-то анализе, в принципе, неуместно. Используйте любую возможность для того, чтобы купить данную бумагу. Поскольку технически, опять-таки, есть и запас хода, есть и запас сил у быков. И, в принципе, я думаю, что мы и дальше по данной бумаге будем двигаться выше. Как далеко? Одному богу известно. Это американский рынок, дутая экономика. И, конечно же, мы можем дойти, в принципе, и до нескольких тысяч по данному инструменту. И или более. В общем-то, никто не знает. Опять-таки, это американский рынок. Дутый пузырь. Когда он лопнет, никто, собственно говоря, не знает. Но то, что он лопнет, это факт. Но пока имеем то, что имеем. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Артем Звездин. Подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки. Не забывайте, конечно же, зарабатывать. Переходите на мой канал. Ссылку найдете в описании. И там вы можете встретить анализы других инструментов. Удачи! Зарабатывайте!